Девушки отдыхают Оказались сегодня на передовых позициях современной медицины И об этом в нашем научно-исследовательском проекте «На вечно рождённые» МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Космическая медицина недавно подарила миру удивительное открытие. Американские астронавты пили специальный фруктовый коктейль с кодовым названием АЭС-10. Напиток был разработан для защиты кожных покровов от солнечной радиации на орбите. Но вскоре был замечен новый эффект. Астронавты вернулись домой, будто бы помолодевшими. Режим их работы и питания оставался прежним. И учёные предположили, что всё дело именно в коктейле АЭС-10. Биологи устроили эксперимент на Земле. 180 добровольцев сделали контрольные фотоснимки, а затем в течение 4 месяцев регулярно употребляли чудо-напиток. Результат был ошеломительным. Изменения стали заметны невооружённым глазом. А компьютер подсчитал, что на лицах испытуемых морщин, веснушек и пигментных пятен стало меньше на 17%. Состав чудо-коктейля экзотичен. Бразильский фрукт – капуаку, плоды капустной пальмы – асаи, барбадосская вишня – ациропа, плоды кактуса – опунции и юмберии – плоды китайского земляничного дерева. В чуть меньших пропорциях там содержится сок винограда, граната и зелёный чай. Неужели всё вместе это стало тем самым драгоценным сокровищем, которое человечество ищет тысячи лет – эликсиром молодости? И означает ли это, что напиток бессмертия также может быть вскоре создан? Какой механизм запускает процесс старения? Учёные предполагают, что за это отвечает генетика. Управлять действием генов теоретически можно по-разному. Наиболее естественно – особой пищей. Поиск путей, продление жизни и заключается в определении химических веществ, которые могли бы замедлять или вовсе блокировать гены старения. Вся проблема в том, какие это гены. До недавних пор наука не знала. Но открытие учёных из Кильского университета имени Кристиана Альбрехта в Германии приблизило мир к разгадке этой тайны. Эксперты избегают слова «бессмертие». Хотя очень возможно, что человечество теперь на полпути к бесконечной молодости. На Земле есть организмы, живущие вечно. Учёные задумались, как им это удаётся. Предположения о существовании гена старения действительно небезосновательны. Мы пришли к такому выводу, потому что мы работаем с организмом, который не стареет. Это пресноводный полип гидра. Крошечный пресноводный полип не стареет и размножается почкованием. Причём дочерняя особь состоит из тех же клеток, что и родитель. Биологи нашли этому объяснение. Гидра бессмертна, потому что в ней огромное количество стволовых клеток, которые отвечают за воспроизводство. Но у человека тоже есть стволовые клетки, только работают они по-другому. Этим гидры отличаются от людей. Человек стареет, потому что теряет стволовые клетки. Или стволовые клетки теряют свои функции. Пресноводный полип не стареет, потому что он размножается неполовым путём, почкованием. И это неполовое размножение происходит благодаря постоянному делению клеток. И тогда мы задали себе вопрос, что позволяет поддерживать такую активность. Исследовательская группа начала искать у гидры этот таинственный ген бессмертия. Для этого эксперты изолировали у этого простейшего животного стволовые клетки и изучили все оставшиеся. Учёные надеялись обнаружить гены, которые есть и у людей. Даже у зверей, которые считались раньше примитивными, ну, например, у кораллов, у медуз, у пресноводных полипов, то есть у кнедарий, у них, в принципе, есть тот же набор генов, что и у человека. То есть раньше думали, что у человека есть очень много генов, а у простых зверей меньше, потому что они, ну, просто проще устроены. А оказалось, что у всех животных, и у человека в том числе, приблизительно одинаковое количество генов – 1025-1030. Поэтому, изучая пресноводных полипов, если мы что-то узнаём о том, как процессы какие-то биологические идут у пресноводных полипов, то есть это можно использовать, прилагать и к человеку. Долгие семь лет опытов привели учёных к выделению определённого гена. Он был известен, но его функции оставались загадкой для науки. Эта молекула называется ФОКСО. И мы сразу же поняли, что тайна может крыться именно в этом гене, который служит причиной старения человека. Но требовалось подтвердить, что ФОКСО действительно связан со старением. Эксперты Кильского университета создали три группы генетически модифицированных гидов. С нормальным геном ФОКСО, с бездействующим и расширенным. И результаты стали мировой сенсацией. Удалось доказать, что животные без этого гена имеют меньше стволовых клеток. Более того, они чаще болеют. Следующее доказательство своей правоты учёные получили, сравнив гены десятков долгожителей. Оказалось, что все, кто живёт на Земле больше ста лет, имеют такие же активные гены ФОКСО, что и полип гидры. Коллеги в Киле и по всему миру знают, что долгожители, которым больше ста лет, обладают особой разновидностью этого гена ФОКСО. И у этого пресновидного полипа мы обнаруживаем этот ген ФОКСО, который поддерживает постоянное деление стволовых клеток. И мы сразу же заподозрились, что это и есть именно тот самый ген, ответственный за старение. Итак, ген бессмертия найден. Это открытие может навсегда изменить судьбу человечества. Теперь остаётся лишь ждать, пока наука предложит снадобье, усиливающее работу гена ФОКСО, то есть пилюлю бессмертия. Мы знаем гены, которые противодействуют процессу старения, то, может быть, можно найти какие-то лекарственные препараты, которые меняют их активность в нужную нам сторону. Но если гены долголетия есть у каждого человека, почему они не работают? Как получилось, что средняя продолжительность жизни сегодня всего 65 лет? А между тем, люди давно подозревали, что век человеческий должен быть намного длиннее. Мистическое учение Дао, зародившееся в Китае 2500 лет назад, утверждает, человек может бесконечно продлевать жизнь своего тела. Вообще, одним из основных лозунгов даосизма является то, что по-китайски звучит, чханшоу бусы, то есть жить долго, не умирая. Рассказы о даосах-долгожителях не раз становились известны в Европе. Португальский путешественник Голиоты Перейра в 1565 году опубликовал сенсационную книгу, в которой описывал 200-летних китайских юношей с ярким румянцем и горящими глазами. Конечно, это были не обычные смертные, а даосские посвященные. В этой философии есть понятие «пилюля бессмертия». Самая известная теория – это теория выплавления пилюли бессмертия, которая, соответственно, была внешней и внутренней. Внешняя пилюля делается за счет сплавления самых разных ингредиентов, как органических, например, травы, мышиный помет, свиная кровь, внутренности курицы, так и неорганических. Это самые разные химические элементы. Но прежде всего это мышьяк, серо, ртуть, иногда золото, иногда серебро, то есть в конце концов получается амальгама. В варево к этим ингредиентам добавлялась вода. Потом масса тщательно перемешивалась и ставилась на особый медленный огонь. С этого момента начинался сам процесс выплавления пилюли, который мог длиться столетиями. Это такая бурая масса, чем-то похожая на гудрон, с очень сильным травяным запахом. Ее консистенция и, так сказать, ее содержание измеряется буквально на глаз. Старик даоск, который очень похож на абсолютно бессмертного, человек без возраста, в прямом смысле этого слова, сует палец в эту кипящую массу, а потом ее облизывает, определяет достаточно или достаточно каких-то ингредиентов, всыпает траву или что-то, какой-то перетертый порошок, и размешивает палкой. Жизни даоса не всегда хватало на приготовление одной такой пилюли. Тогда перед смертью монах передавал дело своему ученику. Когда смесь превращалась в твердый спрессованный порошок, из нее делали таблетку. Одновременно с приготовлением чудо-вещества, даос занимался выплавлением так называемой внутренней пилюли бессмертия. Они использовали определенные образы, определенные звуки для достижения определенных состояний, в рамках которых организм работает просто оптимально. За счет этой оптимальной работы человек просто-напросто, ну, по сути дела, экономит жизненную силу. И этой жизненной силы хватает надолго. В чем секрет физической пилюли бессмертия? Современные ученые внимательно изучили древний рецепт. Эксперты пришли к выводу, что на продление жизни могла действовать специально обработанная ртуть. Великий путешественник Марко Поло писал о чудесах, которые творит ртуть с организмом человека. Йоги, которые живут по 200 лет, используют в высшей степени необычный напиток, приготовляя микстуру из серы с ртутью, которую пьют дважды в месяц на протяжении всей своей жизни. Микродозы ртути укрепляют пищеварение, снижают аппетит, а кожа человека регенерируется и становится моложе. Кстати, примерно таких же рекомендаций по приему пилюли бессмертия внутрь придерживались и даосские долгожители. Ее надо принимать очень небольшими частями, в прямом смысле слизывая пилюльку с кончика ножа. И постепенно ингредиенты, которые входят в пилюлю, они входят в организм человека, там аккумулируются. Но если бы все дело было только в составе порошка или пилюли, этот секрет давно бы разошелся по всему миру. И все-таки в истории находились люди, которые посвящали жизнь поискам и приготовлению эликсира бессмертия. Известны целые алхимические трактаты, которые приводили рецепты якобы жрецов и магов античных цивилизаций. Часть средневековых снадобий даже сохранилась до наших дней, и ученые смогли исследовать их ингредиенты. Это ртуть, это сера, это мышьяк, это серебро, это иногда золото. В редких случаях входили металлы, которые содержали редкоземельные металлы. Например, сейчас обнаружены даже в старых пилюлях Германия, Меркурий и так далее. Рукописи древних мудрецов из Китая, Египта, Сирии попадали в средневековую Европу к алхимикам. Практически все они были членами тайных обществ – темплиерами, розенкрейцерами, масонами. Недавно стало известно, что один такой свиток исключительной ценности хранился в Шлиссельбурге. В самой мрачной крепости своего времени – императорской тюрьме. Историк Андрей Синельников много лет изучал малоизвестные и закрытые архивы и сделал сенсационное открытие. Свиток содержал совершенно особенный секрет вечной жизни. Оказалось, что это не секрет вечной молодости, а секрет путешествия во времени, как мы сейчас это можем сказать. То есть путешествие в измерениях, оно помогало вернуться в прошлое, уйти в будущее. Ученый отталкивался от исторических фактов. Он изучил биографии знаменитых узников Шлиссельбургской крепости и заметил поразительную деталь. Самая страшная тюрьма страны, из которой за всю историю никто не мог сбежать – русская Бастилия. Находилась на Ореховом острове, где река Нева впадает в Ладожское озеро. Климат здесь сырой и холодный. Было бы резонно ожидать, что обитатели императорских казематов страдали туберкулезом, ревматическими болями и быстро покидали этот мир. Однако все было наоборот. Почти все политзаключенные прожили без малого век. Как удалось установить Андрею Синельникову, эта история началась с прибытия в Шлиссельбург в 1822 году Валериана Лукашинского. Доблестного офицера российской армии, имевшего золотое оружие за войну 1812 года. Лукашинский был непростым человеком. Предположительно, он состоял в ряде тайных обществ, основал польское масонство и являлся магистром загадочной организации «Рассеянный мрак». Арестован же Лукашинский был за организацию польского восстания за независимость. Как гласят мемуары современников, в польской крепости Замостье много веков подряд в тайнике был спрятан древний свиток, который Лукашинский нашел и впоследствии привез с собой в Шлиссельбургскую тюрьму. Цвиток был написан на трех языках, для того, чтобы было очень трудно. На древнееврейском, на иероглифами древнеегипетскими и древнеарамейским языком. Валериан Лукашинский последний из 37 лет заключения просидел в секретной тюрьме Шлиссельбурга в камере номер 7. Потом это помещение стало карцером, куда узников в наказание помещали на некоторое время. А спустя полвека в тюрьму привезли философа Николая Морозова, бывшего в последней стадии туберкулеза. На него даже не одевали кандалы. Вопреки ожиданиям, политзаключенный не умер и даже проявлял характер, за что его и водили в карцер по случайности в камеру номер 7. Он очень часто нарушал дисциплину и попадал опять в карцер. Попадал опять в карцер и тот офицер его опять сажал в седьмую камеру. Он доставал свиток и за какое-то время научился путешествовать во времени. И вот что удивительно, что побочным явлением его путешествия во времени стало то, что он начал омолаживаться. Ведь когда привезли туда Николая Морозова, он харкал кровью. Он лежал. То есть он был практически чахоточным. Через какое-то время он оздоровился, он отжимался до 50 раз. Действительно, из документов известно, что в первые пять лет своего заключения Николай Морозов выучил египетские иероглифы и несколько мертвых языков. Арамейский, самаритянский и ассирийский. Зачем это могло бы ему понадобиться? Легенда о масонском свитке все это объясняет. После революции о тайных знаниях Морозова стало известно всесильным спецслужбам. Опубликованные недавно архивы гласят, что вскоре ученый возглавил специально созданный секретный институт времени Академии наук СССР, где, возможно, изучалось написанное в свитке. Свиток этот не содержал какого-то рецепта, какого-то бальзама, настойки, снадобья. Он содержал, скажем так, даже не рецепты, а описание некого ритуала, когда ты входил в некое состояние, ну, скажем так, если исходить с буддизма, да, асизма и так далее, вот из этих вот практик, когда от тебя отделялся твой дух, и он мог путешествовать, а тело оставалось... Академик Николай Морозов описывал в своих трудах шестое измерение и возможности путешествия во времени. Вообще его труды опередили эпоху на столетие. Даже сейчас ученые продолжают находить подтверждение его идеям. Он получил Академика, Орден Ленина, Орден Трудового Красного Знамя и Ленинскую премию. За то, что он разрабатывал, разрабатывал на научной основе теорию времени, теорию путешествия шестимерного пространства. Но как это было связано с бессмертием? Скорее всего, древняя трансовая методика позволяла человеку управлять течением собственного биологического времени или искажать время вокруг себя. Еще одна версия. Познавшие тайну свитка умели уходить в иное измерение, где нет времени. И долгие годы заключения промчались для них в один миг. Побочный продукт вот этого взращивания духовного – то, что ты начинаешь омолаживаться. То есть у тебя просто-напросто перестает быть старение организма, у тебя перестают отмирать клетки, у тебя перестают быть такие отрицательные явления в организме, там, старение клеток, там, болезни, еще что-то. Ты возвращаешь их в нормальное первое время, ты их восстанавливаешь. А когда они восстанавливаются, то твой организм становится вечным. Хочешь ты этого или не хочешь, он становится вечным, потому что ты начинаешь понимать духовные практики. В древности было известно, что на планете есть места, где время течет иначе. Жители этих обетованных земель никогда не болели, не старели и не умирали. В древнерусских источниках описана загадочная страна Беловодье. Существует счастливый край, страна спасения, как духовного, так и физического. Там есть некий белый источник, прикосновение к которому, в общем, есть очищение и есть, повторяю, спасение. И подчиняясь этой легенде, конечно, люди отправлялись в поиски в далекие края. Искали, действительно искали это самое Беловодье. В ее существовании в 9 веке никто не сомневался. Даже князь Владимир Креститель, выбирая новую религию для своего государства, отправил туда послов под началом монаха Сергия. Возвращения его не дождались. И Русь стала христианской. Однако спустя 56 лет Сергий пришел обратно. Он выглядел таким же молодым, как и полвека назад. Монах рассказал, что ему удалось добраться до Беловодья. Жители этой волшебной страны научили Сергия вещам, которые мы сегодня называем сверхъестественными. Он чувствует тонкие энергии, что из земли, из воды, из травы тянутся к нему эти тонкие энергии. И он даже сам может их испускать, влиять на людей. А на Востоке верили, что земля бессмертных называется Шамбала. И вход в нее расположен в укромных долинах Гималайских гор. Жители Шамбалы тысячи лет назад приходили к обычным людям, но потом перестали. Эти существа были сведущи в науках, умели исцелять от всех болезней и обладали чудесными предметами. Эти легенды часто занимали выдающиеся умы 20 века. Даже Гитлер настолько был увлечен поиском входа в Шамбалу, что еще до начала Второй мировой войны направил в Тибет несколько экспедиций. Древние карты, которые привезли агенты фюрера, убедили его в том, что Шамбала находится не на земле, а под нею, или в параллельном измерении. Эти сведения заставили Гитлера искать иные пути входа в легендарную страну. В частности, на Северном и Южном полюсах. Есть версия, что именно в Антарктике немцы и нашли один из входов в легендарную Шамбалу. Древние тексты гласят, что жители Шамбалы умели покидать собственное физическое тело и путешествовать во времени и иных мирах. Некоторые секреты этого они якобы передали людям. Так просветленные даосские монахи действительно умеют впадать в транс и покидать свое тело в том числе навсегда. Профессору Алексею Маслову удалось воочию наблюдать эту удивительную картину. Ученый видел, как в назначенный день и час китаец попрощался со всеми учениками и приготовился умереть. Я тогда проживал в буддийском монастыре, и мой товарищ из даосского монастыря позвал меня посмотреть, как учитель будет умирать. Я, честно говоря, подумал, что это шутка, поскольку буквально неделю назад видел этого здорового, крепкого, такого розово-лицего даоса, просто человека с картинки, который явно не собирался умирать. При этом ученики утверждали, что монаху по самым скромным подсчетам было не менее 200 лет. Все свои земные дела он завершил, выплывил свою внутреннюю пилюлю бессмертия и собирался отправиться в новое перерождение. Сообщает абсолютно традиционную формулу, что его тело выполнило свою функцию, сегодня он должен избавиться от трупа. Он подзывает всех учеников подряд, им что-то шепчет на ухо, давая последние наставления. И в конце концов все заболкают, сидят таким полукругом. А потом стоит старший ученик и говорит, что учитель покинул тело. И все спокойно и как-то, в известии, даже радостно расходятся. Потому что учитель показал, как должен жить истинный даос. Даосы и индейские йоги не боятся смерти, потому что знают, душа переродится в бесконечной череде воплощений снова и снова. Некоторые мистические учения утверждают, что духовные сподвижники в состоянии транса путешествуют по параллельным мирам и даже своим прошлым и будущим воплощениям. Вечная жизнь тела на самом деле не имеет значения, поскольку бессмертен дух. А пилюля бессмертия – лишь способ продлить одну жизнь, если в ней монах собрал ценные знания. Для духовного роста и настоящего просветления требуется много времени. Родившись в новом теле, душа будет вынуждена начать почти все сначала. Египтяне представляли посмертную жизнь как различные пути разных душ. У человека много там было душ. Ну и вот очень важно было, чтобы после смерти она вернулась именно в свое тело, и потом дальше продолжается та жизнь, которую заслужил предшествующий человек. Все больше современных ученых с интересом смотрят в сторону религиозных практик. Замечено, что в трансе все процессы, происходящие в организме человека, идут в несколько раз медленнее. Например, если обычно наш мозг каждые три минуты требует нового притока кислорода, то в трансе человек может и вовсе не дышать. Воздух будет поступать в его организм через кожу. Медики мечтают изучить этот механизм, поскольку он откроет врата к замедлению течения внутреннего времени, то есть старения. Пребывая в трансовом состоянии, на самом деле замедляют все процессы жизнедеятельности, и трансовое состояние действительно является одним из инструментов бессмертия. Ну или во всяком случае, состояние, в котором тормозится старение 100%. Во время транса или медитации замедляется кровообращение, уменьшается частота сердечного ритма, становится более глубоким дыханием. Но самое главное, во время медитативного транса человек экономит жизненную энергию. Еще в 1935 году французский медик Жанна Брасе сделала удивительное открытие. У монахов, которые часто медитируют, замедляется сердечная деятельность. Мышца, гоняющая кровь по венам, переходит в экономный режим работы. Значит, сердце такого монаха может работать не 100, а целых 200 лет. А экстрасенсы считают, что во время медитации мозг омывают особые биотоки, которые продлевают его работу. Опыт очень интересный. То есть там идет и работа и с каналами. То есть когда ты начинаешь потихонечку осознавать движение энергии по определенным каналам, по чудесным каналам, по заднему, переднему, среднему каналу. И постепенно синхронизируешь это все с дыханием, с определенным движением глаз. Все это создает достаточно хороший и сильный эффект такого глубокого трансового состояния. Древнеафриканская религия Вуду также считает, что душа бессмертна. Колдуны Вуду умеют делать с душой любого человека все, что угодно. Также им известен секрет оживления тела, которое уже покинула душа. Или зомби. Можно ли назвать такое существование вечной жизнью? Каждый житель государства Бенин знает историю короля Акпасе. Когда король приготовился к смерти, он призвал к себе придворного колдуна Вуду и попросил его подарить ему вечную жизнь. Жрец изготовил специальную куклу короля, после чего сообщил всем подданным, что Акпасе будет жить вечно. Я не умру. Я уйду. А когда я уйду, я скажу вам, где я. Если вам что-то понадобится, приходите там, попросите. И я вам это сделаю. Однажды утром произошло невероятное. Слуги не нашли Акпасе в его покоях. Ночная стража утверждала, что король не покидал своего жилища. Двор задумался. Неужели король и правда превратился в свою куклу Вуду? Через несколько дней одна маленькая девочка нашла в поле дерева, которая заговорила с ней. И однажды девочка, совсем маленькая девочка, которая еще не знает, что такое жизнь и смерть, и переселение души, ходила за водой и услышала голос. Это был голос незнакомого мужчины. Он позвал ее по имени. «Повернись, я здесь. Скажи всем, что я тут. Это король Акпаса». Она обернулась вокруг и никого не увидела. Перед ней только стояло небольшое дерево, которое покачивало ветками. И дерево сказал ей, «Это я, король. Это дух мой переселился туда». Говорят, жрицы Вуду применяют специальные снадобья, позволяющие им жить веками и не стареть. Каждое утро колдун пьет натощак кровь черного африканского петуха, вскормленного зернами, пропитанными серой. Как и древние китайские алхимики, африканцы знают, сера продлевает жизнь мозга, укрепляет пищеводы, кровеносные сосуды. Якобы через несколько сотен лет приема такого коктейля колдун превращается в ходячего мертвеца. Его тело больше не требует пищи и воды, а мозг, тем не менее, продолжает работать. И более того, дух колдуна, победивший стареющее тело, способен на настоящие чудеса. Эти уникальные кадры были сняты на любительскую видеокамеру на фестивале Вуду в Бенине в 2011 году. На глазах у изумленных зрителей колдун Вуду растаял в воздухе и превратился в духа. Бенинцы знают, смерти нет. Умирая, человек всего лишь выходит из собственного тела и отправляется в путешествие по другим мирам. Поэтому похороны для Бенинца большой семейный праздник. У каждого народа свое мнение насчет того, что такое на самом деле смерть. У нас смерть – это праздник. Это большой праздник. Это когда собираются гости и нужно приготовить праздничный ужин. Женщины долго готовятся к такому торжеству. Они тщательно составляют список того, что нужно приготовить, какие продукты нужно купить и какие напитки. Люди придут, будут сидеть, кушать, пить. Должны быть музыканты. Некоторые будут играть и петь. И люди танцуют даже. Это так принято. Бенинцы верят, после физической смерти их дух продолжает жить среди людей. Если в семье рождается ребенок, значит, это умерший предок сделал себе новое тело. Духи эти существуют. Они живут вокруг нас. У нас у каждого человека есть свои духи. И мы подчас не понимаем, что происходит с нами. А это духи с нами разговаривают. У каждого человека есть семейные духи. Духи его предков, которые приходят. Серж Фокас помнит историю из детства. Когда ему было 10 лет, умер его младший брат, годовалый ребенок. Вся семья собралась для медитации и соединения с предками. Родители хотели выяснить, почему погиб мальчик. Удивление Сержа было безмерным. В своей голове он услышал голос, но с семьей говорил взрослый мужчина. Умершие люди, они уже взрослее нас, даже самых старших среди живущих. Человек, который умер, даже ребенок, который в годик умер, он даже взрослей, чем живущий человек, которому 90 лет, потому что дух. У духа нет возраста. И переживая очередную смерть, дух накапливает больше опыта. Брат раскрыл тайну своего ухода к предкам. Колдуны Вуду приготовили отцу Сержа и самому Сержу куклу смерти. Чтобы не оставить семью без кормильцев, младший принял магическое проклятие на себя. И в свое время брат тогда сказал «Отец, тебя хотели убить. Хотели Сержа убить, моего старшего брата. Если бы колдуны убили бы отца, тебя или Сержа, тогда семья осталась бы беззащитна. А роду нужны сильные мужчины, поэтому я решил принести себя в жертву, отдать себя колдунам». Это были слова духа моего брата. Когда построили Эйфелевую башню, мадам Жанне Кальмон было 14 лет. Она дружила с Ван Гогом и ходила на день рождения к Виктору Гюго. Умерла мадам Кальмон в возрасте 122 лет. Современные ученые уверены, этот возраст не предел. Можно продлить жизнь человека и намного продлить, это 100%. Но ученые считают, что у каждого человека есть собственный жизненный предел. Для кого-то он заканчивается в 60, а кто-то может прожить больше 100 лет и сегодня. У человека может быть очень большой ресурс жизни, а вот чтобы выработать ресурс полностью, для этого нужны определенные оптимальные условия. Значит, главная задача ученых найти способ помочь человеку сохранить его жизненную энергию. Психолог и экстрасенс Илья Дунаевский считает, что человек не ограничивается одним физическим телом. Согласно всем древним учениям, у нас есть еще 7 тонких энергетических оболочек, и они тоже нуждаются в подпитке. Часть оболочек как бы подзаряжается от состояния счастья. Но иногда современному жителю большого города нужна посторонняя помощь. Дунаевский считает, что он в этом случае проводник энергии из Вселенной в тело конкретного человека. Подключаешься к какому-то куску поля, который тебе обеспечивает эта энергия, для того, чтобы на условии решать какие-то задачи, связанные со здоровьем или еще с чем-то. Вот. И да, это коллективный ресурс. Ученые кафедры биоорганики МГУ предложили Дунаевскому повлиять на состояние людей, больных лейкемией, через их биологический материал. Контейнеры с кровью разделили на две части, опытную и контрольную. Опытная была запечатана в двух колбах, чтобы исключить тепловое воздействие. Перед Дунаевским поставили задачу изменить характеристики крови. Первый эксперимент был не очень удачным, потому что я не очень понимал, каким образом можно работать с ними. Поэтому, ну, просто там я не законцентрировался, пытался туда накачать побольше энергии. Кровь вообще никак не отреагировала, то есть был нулевый результат. Тогда я начал понимать, что, наверное, кровь – это не просто отдельная среда, а это что-то, что связано с носителем. И дальше я начал уже выстраивать образ самого человека. Сделал диагностику, выявил патологические пятна, выявил патологию, с которой, собственно говоря, надо было работать. Экстрасенс утверждает, что он во всех подробностях увидел человека, на чью кровь в этот момент воздействовал. А в больнице, где лежал пациент, произошло чудо. Врачи заметили, что у подопытного резко улучшилось самочувствие. Вот как только начал работать не с кровью, а с человеком, в этот момент пошли результаты. Причем они очень были такие сильные, то есть там взлетала кровь и в 50, и в 100, и в 500 раз. Ну, то есть такие уже, скажем так, это уже порядковые изменения. Неужели человек, словно батарейка, подключен к единому аккумулятору, энергетическому полю? И если научиться устанавливать прямой, бесперебойный контакт с этим аккумулятором, то можно жить вечно? Я думаю, что может быть лет так через 20-30 уже люди, которые будут жить лет по 120-130, будет совершенно нормальная тема. Как бы восприниматься как норма. Земля бессмертных. Так древние легенды называют остров Окинава. И действительно, на Окинаве 130 лет возраст среднего долгожителя, а за отметку в 100 лет перевалило более 40 тысяч человек. Почему они так долго живут? Там действует принцип Хара-Хати-Бу, что означает 8 долей заполнения живота. А именно, считается, что никогда нельзя наедаться до сыта. И 8 долей или 80% от потребной нормы это то, что обеспечивает нормальное функционирование организма. Не доедая, организм экономит жизненную энергию, которая должна была бы пойти на переваривание лишней пищи. Но более важную роль в долголетии окинавцев играет особый компонент, который содержится в их пище, океанической рыбе. Речь идет о жире омега-3, настоящем противоядии от свободных радикалов. Свободные радикалы это молекулы, которые потеряли свои электроны и принялись отбирать электроны от других молекул, выводя из равновесия все новые клетки. В процессе старения клетки нашего организма атакуют миллиарды свободных радикалов, одни из которых гибнут, другие быстро стареют, а третьи подвергаются мутации и становятся опухолевыми. Возможно, именно в большом потреблении рыбьего жира, богатого омега-3, и кроется причина окинавского долголетия. Они едят рыбу, причем едят рыбу такую, в которой есть очень высокий процент специальных жиров, омега-3. Эти жиры называются, которые блокируют свободные радикалы. Свободные радикалы это вольно гуляющие по телу молекулы, которые разрушают клетки. Но итальянцы употребляют много оливкового масла, богатого жиром омега-3. Тем не менее, живут они не дольше остальных жителей Европы. Значит, этот волшебный жир важный, но не главный компонент для позднего старения окинавцев. В Японии большие скачки климатические могут быть. На Окинаве климат очень мягкий, такой более умеренный, ровный климат. Хотя тайфуны и там бывают, конечно. Остров расположен на юге Японии. Мягкий климат позволяет окинавцам круглый год есть свежие овощи и фрукты. Но и фруктов в разных уголках земли предостаточно. А долгожителей, как на Окинаве, почти нигде нет. Возможно, ответ найдется у спортивных медиков. Дело в том, что Окинава родина боевого искусства карате. Здесь каждый житель овладевает этим мастерством с самого рождения. Да, карате. Особое кинавское карате. Я думаю, это тоже очень существенная часть дела. Они постоянно развивают тело, не пребывая в праздности. Соответственно, мышечная масса в результате не уменьшается, как это происходит со всеми, начиная практически уже со среднего возраста, когда мышечная масса у стариков на Западе, у малоподвижных людей, делается совсем несущественной. Карате учит правильному распределению энергии в организме и особому дыханию. Благодаря чему организм начинает работать медленнее, а значит экономит жизненную силу. С дыханием связан еще один парадокс. Оказывается, чем меньше кислорода мы потребляем из воздуха, тем больше мы проживем. Этот секрет лежит в основе долгожительства обитателей горных районов. Кислорода мало и надо как-то выживать. Соответственно, все механизмы в организме простроены лучше, чтобы оптимальнее использовать ту энергию, которая дается извне, в данном случае воздух. В ситуации нехватки кислорода организм мобилизует все внутренние силы, отчего внутренние органы подтягиваются, улучшается иммунитет, болезни отступают, а старение замедляется. Сергей Арутюнов ученый и путешественник. На его счету сотни экспедиций на Северный Кавказ. В одной из таких поездок Арутюнову нагадали долгую жизнь. Одна такая ясновидящая дама, осетинка вообще по национальности, сказала мне, что мой ресурс жизни 102 года. Больше я не проживу. Ну, мне сейчас 80 недавно исполнилось. Ну, я загадывать не буду, сколько я проживу, но до 102 я доживу вряд ли. По мнению Арутюнова, возраст, в котором человек умирает, зависит от его внутреннего жизненного ресурса. Если не беречь свое тело, оно очень быстро его растратит и постареет. Но есть способы продлить отмеренный тебе век. Ученые НИИ и проблемы экологии знают. Человеческую жизнь продлевает правильная вода. У человека, так же, как у любого живого организма, есть так называемые неспецифические системы регулирования от человека. Это открытая система, прямым образом связана с электронной активностью планеты, альтосферы, воды, будем говорить так. Человек связан с электромагнитными полями в окружающей среде. Если он недополучает определенный заряд энергии, то начинает болеть. Путь долголетия, а может быть и бессмертия для всего живого на Земле, это путь восстановления энергетического и прежде всего электромагнитного баланса в человеке. Восстановить его возможно при помощи талой воды. Птицы зимой, когда начинает таять вода, особенно при 4 градусах сельсия, там тоже фазовый переход, вот они активно пьют эту водичку, она действительно полезна. Специалисты уверены, все горные реки насыщены водой с восстановительной структурой. Но еще важнее то, что структура молекул жидкости восстанавливается в водовороте. Такая вода становится по-настоящему чудодейственной. В Индии, в штатах Джамму и Кашмир живет древний народ хунзы. Их называют люди, не ведающие болезней. Средний возраст жителей деревни 150 лет, а некоторые и вовсе живут по тысяче лет. Стехин задался вопросом, чем вызвана такая долгая жизнь, и выяснил, оказывается, все дело в водовороте, который происходит в водах горных рек. Вот там в реках Хунза есть водоворот, и вода активируется. Да, вода при вращении активируется. Но если постоянно пить эту воду, конечно, ты будешь поддерживать организм в нормальном состоянии, безусловно. По законам, открытым еще в 30-х годах австрийским ученым Виктором Шаубергером, водяной вихрь аккумулирует энергию, которая начинает бить через край водоворота. Такой водоворот можно легко организовать в бытовых условиях. Достаточно бросить щепотку соли в стакан с водой, размешать и немедленно, пока жидкость еще крутится, выпить залпом. Именно в момент, когда вы посыпали, размешали, и вот буквально секунды вы должны эту воду выпить, потому что идет фазовая перестройка, и в момент фазовой перестройки вот эти процессы конденсации электронного, они все-таки присутствуют. Окинава, высокогорный Кавказ, сказочное беловодье, таинственное Шамбала. На Земле известно много мест, где человек якобы обретает бессмертие. Но с развитием науки становится понятно, что явления и события, которые раньше казались волшебством, всего лишь неизведанные законы природы. Мы должны принять тот факт, что жизнь имеет свой предел. У человека есть определенная фаза жизни, которая заканчивается. Он несет ответственность за эту жизненную фазу перед самим собой. И надо принять, что жизнь конечна, и это хорошо. Придет время, и люди сами смогут выбирать, сколько лет прожить. Но будет ли смысл в пути, который никогда не окончится? Ну а теперь представьте, допустим, завтра какой-нибудь ученый возьмет да и откроет способ, как сделать человечество бессмертным, что будет тогда? Недавно ученые попытались просчитать, какой она будет жизнь, если все станут бессмертными и пришли к шокирующему результату. Бессмертное человечество вымрет в течение 50 лет. Во-первых, увеличение численности населения повлечет за собой нехватку ресурсов, а значит начнутся войны за жизненное пространство. Цивилизация, населенная только вечно живущими стариками, начнет стремительно деградировать. Ведь человек теоретически жить вечно сможет, но не сможет развиваться. Каждый останется в своем времени. То есть по всем расчетам, чтобы не погибнуть, человечеству ничего не останется, как только взять, да и закопать, где подальше секрет этого самого эликсира вечной жизни. Чтобы вернуть все к варианту, придуманному самой природой. деградировать. Редактор субтитров